Приветствую вас. Я думаю, что в этом запросе много есть, конечно, нюансов. Мне кажется, что правы коллеги, например, Кудрючев Игорь Леонидович, прав, значит, в своем ответе. Анатолий Михайлович, прав, что в своем ответе. Мне кажется, что вы ставите нас, психологов, в такую позицию, я бы сказал, неудобную, потому что мы не можем давать советы, мы не даем советы. Понимаете, какая штука. И здесь то, что можно вам сказать, это только то, что есть определенные эмоции сейчас. То есть я не думаю, что, вот честно, я не думаю, что если вы будете, например, беременны, пытаться заниматься психотерапией сейчас, я не думаю, что, если честно, что что-то получится у вас. То есть я не думаю, что занятие психотерапией сейчас, будучи беременной, вам поможет. Поэтому, на мой взгляд, самое правильное решение будет поговорить с мужчиной, да, вот, выразить ему все свои опасения, все свои переживания, все свои страхи. Может быть, если они есть у вас. И, соответственно, узнать его позицию. Да? То есть если его позиция по отношению к вам не изменится. Ну, может быть, мужчина считает, что вы слишком самостоятельный. Может быть, мужчина считает, что вы слишком, там, к примеру, сами-сами-сами все знаете, сами со всем справляетесь. Да? Вот. То есть если вы донесете до человека, если вы донесете до человека вот эту вот идею, эту идею о том, что вам нужна поддержка и помощь, если вы донесете до человека, что вы сейчас отчаянно нуждаетесь в том, чтобы вам помогли, чтобы, ну, продемонстрировали, значит, готовность быть с вами. Вот. Что у него будет, по крайней мере, четкое, четкое такое понимание, что вам нужно. Ну, будет четкое понимание, чего вы хотите. Вот. Вот. И он уже выскажет вам свои чувства, свои переживания. Вот. И если вас не устроит его ответ, если вас не устроит его ответная реакция, если человек не увидит, насколько все серьезно, да, ну, собственно, я думаю, что в таком случае вам нужно полагаться только на себя. Сейчас в этом смысле на мужчину было полагаться вообще, вообще, ну, нельзя. Вот. Потому что он абсолютно и совершенно не найдет здесь товары. Вот. Вот. Вот, собственно, и все. То есть, в этой ситуации вы можете только выразить человеку какие-то свои чувства, мысли и идеи для того, чтобы, для того, чтобы увидеть его позицию, увидеть его отношения к вам. Вот. И если вас в той или иной степени это не устроит, то вы просто вычеркиваете его из списка тех, на кого можно положиться. Ну, вот и все. И все. И все. И больше нет и быть не может никаких выходов, никакой рекомендации здесь. Что-нибудь больше понимаете. То есть, не может быть, эм, эм, какого-то правильного решения. Тем более, тем более, не может быть советов вам ребенка или нет и что делать с этой беременностью. Ну, поскольку отец, эм, отец ребенка тоже в известной степени, да, значит, несет ответственность, и отец ребенку тоже вправе выбирать, да, то есть, ну, вправе решать судьбу этого ребенка. Вы не можете одна решать. Что оптимальным вариантом является именно с ним поговорить и к чему-то прийти. Вот. И если вы, вот, к чему-то, к чему-то, эм, придете к чему-то, то все будет здорово. Вот. А пока у меня сложилось такое впечатление очень сильно, что мужчина попросту считает, что вы, ну, что вы, значит, привязаны к нему. И что, ну, можно не париться относительно того, что вы будете делать, как вы будете делать и так далее. У меня ощущение вот такое возникло. Наверное возникло такое число. Да. Вот все. То есть, вы себя, видимо, поставили так, что изначально вас требовалось, изначально вас требовалось завоевать. А потом, когда он вас уже завоевал, вот, ну, собственно, делать больше ничего особо не надо. Ну, опять же, мне так видят. То есть, мужчина Рафанов. Здесь мужчина. Ну, а то, почему это произошло, да, это уже ваши поведенческие паттерны к этому привели. Вот. Какие, конечно, нужно разбирать, потому что, ну, совершенно очевидно, что они появились не на пустом месте. Вот. Но все это дело, все это дело, на мой взгляд, значит, в дело будущего. Вот. Сейчас, эм, сейчас, на мой взгляд, вы не готовы, на мой взгляд, сейчас вы не готовы к тому, чтобы этим заниматься. Сейчас, на мой взгляд, вам нужно сосредоточиться на своих чувствах, на эмоциях, на том, что нужно делать. Да. Поэтому, моя рекомендация будет такой, проведите договор с твоим мужчиной, да, выскажите ему все, что, значит, ну, все, что у вас есть. Вот, значит, выразите ему свои чувства, вот, какие они есть, и посмотрите на его реакцию. Если она вас будет устраивать, если она вас будет удовлетворять, то, соответственно, вы сейчас вправе, значит, потребовать, вы вправе потребовать сейчас от человека, значит, ну, скажем так. Определенных гарантий. Вот. Вы вправе потребовать от человека определенных гарантий. Что, значит, он вас, там, к примеру, не бросит, он вас, там, будет, к примеру, поддерживать, и так далее. Вот. Вы вправе потребовать. То есть, если вы увидите, если вы увидите, ну, подтверждение того, что вы пишите, что он не готов ухаживать, там, за беременной женщиной, как, как вы говорите. Вот. То в этом случае вы прекращаетесь с ним полностью, полностью какие-либо отношения. Вот. И, значит, полагайтесь только на себя. Если, полагаясь на себя, вы сможете ребенку обеспечить, ну, достойную жизнь, к примеру. Вот. Что, в таком случае, в таком случае, в таком случае, я полагаю, что, ну, вы вправе его оставить. Вот. Если же вы решите, что нет, что вы сами не справитесь. Ну, в таком случае, к сожалению, ситуация, на мой взгляд, истинная. Вот. А я не очень понял, зачем вы прислали фотографию свою. Вот. Для чего вы написали, что вы с модельной внешностью, что вы всегда окружены были вниманием мужчин. Я не очень понял, зачем это все написали. Значит, не очень я понял, зачем вы начали встречаться за гостинелым холостяком. Это вы, опять же, решили, ну, решили, что именно вы сможете, сможете его как-то переделать. Или что? Да? Что-то, как я могли ожидать. Дальше, эм, не совсем понятен вопрос о том, почему вы хотели совместных детей. То есть, конечно, было желание иметь совместных детей. То есть, конечно, вот для чего дети, какое значение дети имеют. Вот. Эм, далее вы описываете, э, его, э, то, что ему 40 лет, один неудачный брак. Почему неудачный брак? У вас неудачный брак, у него неудачный брак. Такой причине у вас брак распал. Это же, э, э, модели поведения нужно исследовать и корректировать. Эм, так, э, сомнительный и недоверчивый имеет сбережения, на которые живет, не имеет представления, как можно работать на диагне. Эм, э, э, то есть, это человек такой со своими настоявшимися взглядами на жизнь, да? Человек, который любит свободу, который любит независимость. Эм, не страшный, но эгоистичный персонаж. Вот это вот очень странное выражение, не страшный, но эгоистичный персонаж. То есть, это вы его называете эгоистичным персонажем или как? То есть, вы его взяли и назвали эгоистичным персонажем. Почему? С чего? Вы говорите, что это не страшно, но если бы это было не страшно, вы бы не называли его эгоистичным персонажем. То есть, для меня есть в этом, ну, не знаю, какое-то, какое-то, может быть, лукавство. Что? Вот. Ну, ну, есть какое-то, на мой взгляд, есть какое-то, в этом, э, лукавство с вашей стороны, потому что, ну, странно. Немного, немного, немного странно назвать человека эгоистичным персонажем. Особенно, если вы говорите, что это не страшно. Вот тут противоречек, ну, я пишу. Несмотря на то, что квартира своя, родительская, есть летняя резиденция в Батуме. Живёт с родителями, э, привязан эмоционально больше к родителям, чем я. То есть, тут вы так, мимоходом, э, ставите нас в известность о том, что вы привязаны к своим реализмам. То есть, вы не сам, не самостоятельны. В вопрос, ну, в вопросах принятия решений, видимо, видимо, э, вы не самостоятельны, видимо, в ещё каких-то моментах. Вот. Опять же повторюсь, э, видимо. Я не утверждаю, не утверждаю этого наверняка. Я говорю, что видимо. Видимо так. Вот. Ну, и, соответственно, если это действительно так, что необходимо вам, э, ну, наверное, необходимо вам, э, от эмоциональной привязанности к родителям, да, эхм, эхм, э, ну, избавляться? Я так полагаю. Вот. Как вы сами, вот, ну, как сами считаете? Ну, э, ну, не это делать, это не, это не, это не. Он привязан, вы не привязан. Да? Ну. Дальше. Э, 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 ГП волевые, э, э, к тому, что человек, э, для человека, э, очень, э, важным будет, э, нацепт, мнение его родителей. Готовы ли вы к тому, что, в некотором смысле, в некотором смысле, вы будете жить не, не с ним, да, а с э, его родителем. В том числе, в том числе, в том числе, в том числе, ну, в том числе. Вот. Готовы ли вы к этому? Наоо, ну, мой взгляд, эхм, это очень, э, очень важный момент. Вот. Вот. Если готовы, то хорошо. Если готовы. А вот, а вот, если нет, в таком случае, крепко-крепко подумайте. Эхм. Нужен ли вам такой товарищ? Потому что это, это не то, что произойдет, ну, это не то, что изменится, вот, прям, в, значит, в ближайшее время. Так. Да. Это не то, что поменяется, к сожалению. И так далее. Да. Дальше идем, так, эммм, так, он хочет здесь отдельный, для этого купил землю, собирается строить дом, пока строится дом, сняли квартиру, кто снова квартиру, не очень понятно. Эээ, мы практически, где вы жили до этого, тоже не очень понятно. Мы практически живем, эээ, вместе, но до конца приехать нам еще не решился. Так. Что надо сказать? Вы полгода встречаетесь с человеком, полгода. За полгода вы уже практически решили вместе жить на съемной квартире, пока строится дом. При том, что человек к вам не решается переезжать. Мне кажется, что с детями с вами нет как такового доверия. Эээ, так, с ребенком не сядем, но отношение стало налаживать. Ну, то есть, были какие-то, я так понимаю, проблемы, да, какие-то были, эээ, видимо, стерки. Я понимаю, что для вас очень важно, чтобы, эээ, ну, чтобы вашего ребенка принимали. Я считаю, что это правильно. То есть, вот, такая позиция, наверное. Ну, с учетом того, что мужчина эгоистичный, да, опять же, очень важно, чтобы все-таки вы получали от него то, что он хочет, эээ, то, что вам нужно, не только, чтобы давать мне такое ощущение, что, эээ, в отношениях с ним, эээ, вы, вы, именно вы, эээ, ведущая, вот, а не он. Он такой, он вот, выступает, эээ, как, ну, такая, ээээ, ну, принимающая, эээ, страна. Вот, такое у меня чувство возникло. Дальше он говорил мне, что хочет иметь детей. Для чего и зачем? Зачем и для чего хочет иметь детей? Или вы, эээ, просто приняли на веру то, что он хочет? Так, эээ, тут я узнаю, что беременна на 3-м месяце, беременность не запланирована. Я сомневаюсь в том, захоронять ее или нет. А, эээ, да и против. Какие? Вроде он рад, говорит, что никогда не бросит нас, но когда я предложил оформить отношения, он сказал, что не видит в этом смысла, и без этого он единственному ребенку все даст необходимо. Эээ, вы считаете справедливым, эээ, оформлять отношения, эээ, узнав, эээ, что вы, к примеру, беременны? Вот это будет выглядеть так, что мужчина женился на вас только потому, что вы беременны. Редко такие браки складываются хорошо. Далее, вы пишете, значит, что он готов и без этого единственному ребенку дать необходимо. Да, для чего вам оформили отношения. То есть, какая цель этого для вас? Я чувствую, что он не готов к капризам и уходу за беременной женщиной. А вы это почувствовали когда? И в чем конкретно это выражается? Чтобы мы исключили неправильную интерпретацию. Что это означает для вас? Самое главное он не сказал родителям. Да нет, это не самое главное на самом деле, потому что родители, ну, правда, вы же с мужчиной живете, а не с родителями его. Так какая разница, что он сказал, он не сказал, что для вас это, как бы для вас это имеет значение. Говорите, скажу потом, я знаю, что их мнение, возможно, у него сыграет большую роль, а вдруг они против, я потом буду как нижняя в их семье с своим сыном от первого брака. А нет, это уже, скорее, ваша неуверенность в этих страхах. Вы же имеете все-таки с мужчиной, а не с родителями. И родители, и мнение никакого значения не имеет. Это точно, но тоже нужно обговорить вам со своим мужчиной. Тоже необходимо обговорить. Я засомневалась, когда он не поехал со мной на УЗИ первый раз. Не сейчас, я дома одна с сыном. Опять же, а вас это не гласит, что вы дома одна. То есть, вот. Я засомневалась, когда он не поехал со мной на УЗИ первый раз. А засомневались в чем. Понимаете ли вы, что это ваши страхи. Как бы. То есть, это вы в прямом смысле, в прямом смысле, вы боитесь. Кхм. Так. Вопрос только в том, чего. Так. Причина его не приедет в съемную квартиру, что еще не разобрала вещи, не разобрала и уют не навела. А он, он где тоже вроде приехал или как. А он не хочет жить на чемоданах. То есть, это вот довольно такой эгоистичная, довольно эгоистичная позиция, что он в теории мог бы вам помочь. Да, помочь и все быстро разобрал. Я этого не сделал. То есть, красите ли вы, опять же, этот вербец. Считаете ли вы, что это ваш мужчина? Считаете ли вы, что вы достоин из такого мужчины? И здесь мы вспоминаем о том, что у вас модельная внешность, как вы пишете. И, ну, видимо, внешность у вас модельная, а вот себя вы обесцениваете. Вот. Мы всего как неделя переехали в съемную квартиру. И что? У меня такое ощущение, что не вы переехали, а вы с сыном переехали в съемную квартиру, а не вы вместе с мужчиной. То есть, это, ну, вот, опять же, непонятно здесь, кто за что ответственный и кто за что отвечает. Дальше. Так, я очень беспокоился, чтобы я не бросал свою работу. Работа у меня в большей степени удаленная, с очень прибыльными генералами. Набогать полгода, я денег не тратил. Вот. Все он. И что? То есть, к чему вы это написали? Он беспокоится, чтобы я не бросал свою работу. Он не хочет человека, чтобы я бросал свою работу. Не хочет человек вас содержать. А вы пишите, что эти полгода я денег не тратил и все он. А какое это для вас имеет значение? То есть, не рано ли стоит вопрос денег, а за это ты плачешь, а за это я плачу. То есть, мне кажется, это, опять же, не совсем духовные, не совсем искренние отношения, мне кажется. Потому что это в большей степени отношения ты мне, я тебе. То есть, это так не работает. Гинеколог дал мне подумать 3 дня, так как срок большой. И сегодня второй день. Пожалуйста, дайте свое мнение с советчиком. Так я всегда сама принимала решение. Сейчас мозг временный и работает уже не полноценно. А вы уверены в том, что ваш мозг работает не полноценно? Ну, то есть, я полагаю, что у вас могут происходить гормональные перемены. Но мозг, мозг работает полноценно. Так. Я очень не хочу ошибаться второй раз. Ошибетесь? Уже ошибаетесь. Потому что уже у вас отношения вызывают вопросы и сомнения. Так что уже ошибаетесь. К сожалению. Сейчас. Так. Я имею опыт и знаю, что такое расход, дележка детей, когда страдает твой ребенок, ты растишь его сама. Слышите, ну, дележка детей и страдания ребенка никак не связаны с тем, что вы его растите сама. Это я вам честно говорю. Я знаю, что такое беременность и насколько важен рядом любимый человек. К чему вы это написали, Аиля? Я знаю, что такое беременность и насколько важен любимый человек рядом. А вы детей для кого ронять вообще? Ну, вот. Для кого? Для себя или для любимых? Вопрос как? Какое вообще для вас имеет значение, дети? Мне кажется, это нужно выяснить. Помогите. Помочь в чем? В чем? Опять же. Вы спрашиваете, вы просите дать свое мнение. Мнение в чем? Психологи не дают мнения. Психологи, понимаете, работают с запросом. То есть, что вы хотите, с тем мы поработаем. Если разобраться в себе, то необходимо четко отделить одно от другого. Да? То есть, в чем конкретно вы хотите разобраться. То есть, если разобраться в этой ситуации, то здесь опять повторю, нужно действовать по этой ситуации. И только по ней. Если хотите разобраться в себе вообще, то это такой более условно-длительный процесс. И работать с этим условно-длительным процессом нужно тоже несколько по-другому. Сейчас вы этого, скорее всего, не сможете, потому что вы беременны. Вот. И я не рекомендую психотерапию. Да? Вот именно беременную. Беременную. Вот. Ну, по крайней мере, такую, серьезную. Да? Серьезную психотерапию. Вот. Так что, ваш запрос, значит, на мой взгляд, не ясно, не ясно, что вы хотите. Непонятно. Непонятно, что вам в целом нужно. Вот. Так что, вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Ага. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Надеюсь, что это помогло рассмотреть вашу ситуацию с максимального количества сторон. Вот. Ээээ. Ээээ. Но в целом, глубинную проблему это, конечно, не решает. Потому что, глубинная проблема, она заключается в том, что вы, Вы именно как женщина изначально ставите себя неверно, деструктивно. Вследствие чего и возникают вот эти вот все проблемы у вас, значит, ну, с мужчинами. И тогда получается, что проблемы необходимо разбить на две части. На то, что вы делаете здесь и сейчас, и то, что вы делаете в долгосрочной перспекции. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.